МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Сегодня в Молдове вспоминали 514-ю годовщину смерти великого молдавского господаря Штефана Чалмаря. И что характерно, к подножию памятника нашего великого предка несли святые и те, кто по праву считает себя наследником патриотических традиций, заложенных им в истории нашего государства, и те, кто всячески отрицает своими политическими декларациями и действиями права Молдовы на самостоятельное будущее. Более того, хорошо зная историю и историческую близость двух народов, молдавского и российского партии, ратующие за исчезновение Молдовы с политической карты Европы, всеми способами пытаются навязать народам Молдовы неприятие всего русского. О необходимости чувства национального самосохранения, о двойственности национальной и европейской политики поговорим с сегодняшним гостем программы, исполнительным секретарем партии социалистов Республики Молдова Владом Батренчем. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот сегодняшнюю нашу беседу я решил начать вот именно с этой даты, с 514 годовщины, со дня смерти Штефа на Чалмаре, при котором Молдова как раз и в 15-16 веках стала или укрепилась как великая православная держава. Союзник Москвы на равных противостояла набегам Османской империи, противостояла Польше, Венгрии и целому ряду других вызовов. Потомки те, кто сохранил свое государство, сделали его процветающим, ну в общем-то передали нам государство, состоявшимся по большому счету. Ведь смотрите, в истории Молдовы много самых разных страниц, и тем не менее мы начали старт нашего демократического периода жизни с довольно больших, высоких и экономических, и политических позиций. И тем не менее, сегодня, как вот мне, как журналисту, человек, который наблюдает за процессами, проходящими в нашей стране, видно, что запущен механизм самоуничтожения, запущены технологии, когда великолепно себя чувствуют на политической арене Молдовой партии, которая утверждает о том, что мы, как политический проект, несостоятельны, что наше будущее составит другого государства. И делается все возможное для того, чтобы убить вот самый элемент национальной идентичности и чувства национального самосохранения. Вот на ваш взгляд, что все-таки может стать настоящим противоядием, и как сегодня модно стало говорить после пресловутого отравления в Британии, антидотом в молдавской политике? Ну, я бы хотел начать с такой необычной мысли. Мы сами должны осознать, кто мы, чего мы хотим. Есть ли у наших людей, у нашего общества амбиция, если хотите, гражданское достоинство для того, чтобы сохранить, развивать, продвигать собственное государство. На мой взгляд, самая основная беда, это не только в разделенности нашего общества, но это в первую очередь отсутствие национальной идеи. Это в первую очередь отсутствие амбиции, отсутствие вот этого самого пресловутого гражданского достоинства. И отсутствие, если хотите, собственной политики. Вот сегодня в мире геополитики очень модно говорить о больших державах, о больших интересах. И можно с уверенностью сказать, что свою политику проводят европейские страны. Свою политику проводит Россия, свою политику проводит Соединенные Штаты Америки. А Молдова не проводит никакой политики. Молдова лишь плывет, либо даже плывет в фарватере чужих течений, не пытаясь создавать собственные течения. Ведь Молдова, я всегда это повторяю, это такая же страна, как и любая из стран на европейском континенте. И даже не странно то, что мы маленькая страна, не странно многочисленные проблемы, но мы такой же субъект международного права, как и любая из уважающих себя стран. Которым гарантированы равные возможности. Абсолютно верно. Да, у нас свой голос в Совете Европы. И этот голос равен голосу любой другой из 47 стран, входящих в Совет Европы. У нас равный голос в ООН и в любых других международных структурах. Но даже вот этих структурах, в которых мы участвуем, на равных даже не в силу собственных заслуг, а в силу мироустройства, международного права, мы не представляем, наши чиновники не представляют и не отстаивают интересы Республики Молдова. Готовы голосовать с любыми странами в какой-то конъюнктуре. Готовы дружить с кем-то против кого-то только потому, что кто-то попросил. И в этом и губительность ситуации для нашей страны. В том, что у нас нет собственной политики. В том, что наши политики сегодня большей частью обслуживают какие-то геополитические постели, чьи-то интересы. То, что мы, наши политики слишком заигрались в какие-то противостояния Запада с Востоком и так далее. То, что они забыли о том, что они служат и подотчетны молдавским законам, молдавскому народу. И вот это ситуация, которую надо действительно устранять. И я очень верю в то, что мы сможем изменить, сильно изменить ситуацию на парламентских выборах. Потому что если мы ее не изменим, и останется такое еще на 4 года, то я думаю, что через 4 года мы не будем говорить о такой стране, как Республика Молдова. И это не то, что... И не только потому, что есть какие-то нападки, территориальные претензии со стороны соседнего государства. То, что у них есть своя политика, слушайте, у них своя политика. И я готов их уважать за то, что они в своей политике принципиальны. Они хотят больше, они претендуют на большее. А мы же не желаем удержать то, что сегодня принадлежит нам по праву. И поэтому в этом и символизм года Штефана. То, что 2018 год был объявлен декретом президента годом Штефана Чулмарет для того, чтобы мы вспомнили о наших исторических корнях. Ведь Молдова — это древнее относительно в современном мире государство. Не было ни Румынии, ни Украины. Молдова, слава богу, с 14 века находится на карте мира. И в куриях римского папы, да, в библиотеках Ватикана, да, можно найти и карты, и источники, и упоминания. Хотя не было еще тех государств, которые сегодня громко именуют себя европейскими. Молдова была, и это действительно заслуга блестящего политика, блестящего военачальника Штефана Великого. Потому что, безусловно, он и сохранил, и приумножил земли. Он сумел защитить собственную веру. Он сумел защитить собственный народ. Не ушел так, как Румынии ушли на века, да, в турецкие вассалы. А сумел отстоять, сумел навязать свою политику. Да, он вот нашел судьбоносное, так скажем, решение, да, понимая, что надо останавливать продвижение мусульманского мира, да, в лице Османской империи. Он действительно пришел к мнению о том, что для укрепления Молдовы, для укрепления ситуации нужен союз с Россией. И это он делал исключительно в интересах собственного народа. И поэтому, я думаю, что мне понравилось, в всяком случае, начало этой передачи, Саниславович. Я думаю, что мы должны где-то возвращаться к нашим истокам, и мы должны понимать, что нужно в чем-то черпать опору. Потому что сегодня вот эта опора, на которой зиждется фундамент нашего государства, нашей общественной ментальности, морали, если хотите, вот сегодня эта опора, она фактически исчезла. Исчезло то, что делает нас, нами, и наше государство, государство. Да, возвращаться к истокам, в принципе, полезно, особенно для нации. Потому что тогда есть понимание национальной идентичности, есть понимание продолжения пути, есть понимание того, каков ответ на вопрос «кто ты?», кто мы, в конце концов. Мы, граждане Молдовы, многонационального государства, мы страны, которая действительно завоевала свое место на политической карте планеты. И более того, равноправный участник политических процессов. вы отметили, что сегодняшние власти, Молдовы, стремятся быть, плестись в конце удобной для них геополитического предпочтения. Тем самым, в принципе, не понимая, что в общем-то подбирают те крохи, которые им, так сказать, с этого стола скидывают. На самом-то деле, не просто унизительны для государства. Они губительны, потому что, в принципе, они не служат процветанию. Сегодня, смотрите, все гранты или все кредиты, они не закладываются в экономику, они закладываются в потребление. И мы, получается, что мы теряем возможность удержать собственных граждан в границе государства, дать им достойное существование. Не так давно мои коллеги сделали материал о французах, точнее, о главе семьи, которая переехала из Франции. Он сам француз, женат на молодой женщине из села севера Молдовы. И он, побывав здесь в Молдове, сказал, зачем вам мигрировать отсюда? У вас есть здесь то, чего не найти во Франции. И основал сыродельную, сумел основать и ферму, и агропансионат, и музей создает уже, там, чуть ли не севера Молдовы. И это пример как раз того, настолько поучительный, настолько красочно описывает ту ситуацию, которая сегодня в Европе, где француз ищет отдохновение, например, совершенно не в своем государстве, которая, в общем-то, видимо, попала в вихрь геополитических тоже преобразований. И настоящий француз уже себя не чувствует дома там, а обрел дом здесь. Ну и такое отступление. Накануне нашей встречи вы вернулись из ПАСЭ. Вот на прошлой неделе вы выступали с Речо в парламентской ассамблее Совета Европы, где призвали ПАСЭ отказаться от геополитических и двойных стандартов, геополитических и двойных стандартов, своих резолюций, своих решений. Вот с чем был связан этот призыв и что побудило вас обратиться с этим призывом в ассамблее? Спасибо за этот вопрос, Станислав, потому что действительно мое выступление в ПАСЭ это было следствием определенных процессов, которые понятно, что у нас в Республике Молдова многие не наблюдали. А именно мне довелось участвовать от молдавской оппозиции в рассмотрении рапорта, доклада Комитета мониторингового Совета Европы ПАСЭ по Республике Молдова. И для меня, конечно, проект доклада, который на тот момент носил конфиденциальный секретный характер, да, то есть к нему имел доступ только данный комитет. И плюс вот эти представители, один от власти, один от оппозиции, которые участвовали в рассмотрении. Для меня стало, если хотите, таким культурным шоком поверхностность, с которой рассматривалась ситуация в Республике Молдова, противоречивость этого документа, нечеткость и, самое главное, отсутствие четкой, внятной, если хотите, четкого, внятного представления о Молдове. Так, в одном документе, оказывается, можно было похвалить реформу правительства Филиппа и в то же время назвать в конце этого документа Молдову захваченным государством. В одном и том же документе можно было сказать, что власти выполняют свои условия перед европейскими партиями, стремятся выполнять свои обязательства перед европейскими партнерами и в том же документе сказать, что эти реформы, они носили декларативный характер и они не дали никаких результатов. То есть в данном случае Парламентская Ассамблея Совета Европы, важнейшей структуры европейского континента, ничего хорошего о Молдове и для Молдовы не было выделено в качестве решений. Рекомендаций, предложений. Да, просто набор, какая-то каша из высказаний разных политиков из Молдовы и абсолютное отсутствие четкого видения того, что происходит в Молдове и куда Молдова должна двигаться. Я был недоволен теми, высказался на этом комитете о том, что ни слова не сказано о новом кодексе аудиовизуала, то есть о содержании. То есть в документе было сказано, что вот в Молдове сейчас проголосовываем в первом чтении в парламенте кодекс аудиовизуала в новой редакции. Оценка? Ну абсолютно никакой оценки. Да, то есть там единственная существовала ссылка на слова Драгоша Викул, это руководитель КСТР, который обещал, что этот документ наведет порядок в такой чувствительной области, как масс-медиа в Молдове. Я попросил их ввести в рапорт, в доклад по Молдове тезис о том, что данный документ носит рестриктивный характер, что он вносит жесткий контроль, а значит оследованную цензуру относительно редакционной политики, независимых вроде бы средств массовой информации, о том, что практически в 5-10 раз выросли денежные санкции, штрафы в отношении телевидения и так далее. То есть те условия, которые явно ограничивают телевидение, а самое главное, вводится жесткий контроль контента. Именно телевидение не выбирает в свободном рынке, борясь за симпатию телезрителя, не выбирает самостоятельно контент, что показывать, а контент четко регламентируется европейской продукции, местной продукции. И самое главное, я проинформировал их, что абсолютно все телевидения, даже публичное телевидение Молдовы 1, частные телеканалы высказались о том, что они не готовы к этому кодексу. В докладе комитета мониторингового по сцене слова об этом не было сказано. Ни слова не было сказано о решении скандальном конституционного суда, которое ликвидировало законодательство в области языков, не предложив ничего взамен, поправ и парламент, законодательный орган страны и так далее. И тем самым лишили гарантий, даваемых этим законом для представителей всех этнических групп, проживающих в Молдове. В том числе в этом рапорте очень так с точки зрения билетристики рассмотрелся вопрос КРОЛ-2. И они говорят, вот они задали вопрос ответственному лицу, почему не опубликовали этот доклад КРОЛ-2, чтобы люди знали, чтобы общественность знала относительно тех людей, которые в этом рапорте фигурируют, вовлечены были в кражу века. И просто был констатирован ответ, ни к чему не обязывающий вице-председателя правительства, вице-премьер-министр. Я предложил в этом докладе обязательно указать императивно, что парламентская ассамблея Совета Европы, мониторинговые комитеты рекомендуют настойчиво опубликовать данный документ, чтобы общественность, общественное мнение, чтобы люди знали, что произошло, кто те самые деятели, которые виноваты напрямую и пользовались деньгами. Я проинформировал их, что данный отчет КРОЛ-1, КРОЛ-2 был оплачен из публичных денег, из народного кармана, то есть я обошелся еще в миллион аллеев, проинформировал их, что эти деньги, те гарантии, которые правительство дало для Нацбанка, эти деньги сегодня уже стали частью публичного долга, то есть народного долга и так далее. И всего этого в докладе не фигурировало. То есть, чтобы подвести итог, потому что говорить над тем, чем уже долго, это еще раз приводит к мысли, что никто никогда не будет относиться к нам так, как мы сами должны к себе относиться, никто никогда не будет понимать и чувствовать ситуацию так, как мы ее понимаем и чувствуем, и никто за нас не придет и не наведет порядок в стране, и никто у нас справедливое общество не построит, и никто за нас наши проблемы не решит. Вот это главный тезис, который очень хотелось бы, чтобы поняли люди. И те, кто верят в интеграцию в Евразес, и те, кто верят в интеграцию европейскую, они должны понять одну фундаментальную вещь. Внешние партнеры нужны, внешние партнеры важны, нам нужны рынки восточные, нам нужны определенные технологии из Запада. Но при этом все мы им как таковые не нужны. Да, как какой-то суррогатка, какой-то буферка, какая-то зона, где должны быть комфортные для них условия в плане законодательства, инфраструктура некоторая и так далее. Но нам это все не интересно, нам это все чуждо. И самое главное, если мы сами не осознаем, в чем наш интерес, то почему этот интерес кто-то должен решать за нас, либо видеть за нас, либо продвигать за нас. Поэтому, безусловно, граждане Республики Молдова должны перезагрузить собственное сознание, должны осознать тот факт, что если мы сами у себя не построим государство, экономику и комфортные условия для людей, никто никогда нам ничем не поможет, хотя бы потому, что у них нет такой задачи. Мне кажется, точнее даже уверен, что перезагрузки требуют, наверное, и осмысления того документа, годовщину подписания которого отмечали тоже на прошлой неделе. Ведь, смотрите, подписание как раз вот этого соглашения с Европейским Союзом об ассоциировании, тоже эта дата выпала на дни календаря прошлой недели. И вот мне кажется, что вот перезагрузки того, что же нам все-таки удалось, что было обещано и что на самом деле получила Республика Молдова в качестве вот такого ассоциированного члена Европейского Союза, и насколько были оправданы надежды, ну как политические, так и, в общем-то, обычных граждан Республики Молдова. И мне кажется, здесь понимание того, что мы просто были практически обмануты. И даже вот гнев вызывает не то, как с нами повели внешние, как повели себя внешние партнеры, как, например, то, как внутренние наши представители политического эстеблишмента повели себя. Ведь знали прекрасно, что подписывают, знали прекрасно, чем этот документ может стать для Молдовы. Потому что ведь, смотрите, у нас потери восточного рынка, у нас огромные экономические потери, потери человеческого капитала и финансового капитала. Мне кажется, то, что восполнить пока вот этому статусу ассоциированного члена, мне кажется, даже в перспективе не светит. Санислав, знаете, с чем я категорически с вами не согласен? И с вами, и со многими людьми, которые примерно так же высказывают вот эту мысль, что нас обманули. Нас не обманули. Мы сами обманулись. Нас никто не разводил. Мы сами развелись. Нас никто никуда не вел. Мы сами повелись. Еще раз повторю мысль, что европейцы делают свою политику, как ее делают и на Западе, и на Востоке. И они правильно делают. Они правильно делают со своей точки зрения. Им нужны государства приграничные, буферные, которые будут абсолютно им лояльны. Это их региональная безопасность. Это их определенный новый рынок сырья. Потому что сегодня мы импортируем, покупаем уже больше, чем продаем. И, соответственно, говорить о том, что нас кто-то обманул, они сделали предложение. Предложение сквозь призму собственных интересов. А вот то, что наши политики, так называемые политики, вот эти доморощенные управленцы в дорогих костюмах, то, что я бы им устроил экзамен на знание этого договора об ассоциации по разделам, чтобы мы пошли. Начиная от политического, внешнеполитического, заканчивая экономикой и социальной частью. Для того, чтобы они рассказали о последствиях, о перспективах, о прогнозах, о переходном периоде, в этапе, к чему мы должны прийти. Большая часть депутатов, если не практически все из правящего большинства, которые ратифицировали соглашение об ассоциации, не видели на тот момент в глаза этот документ. Можно, вот моя любимая фраза, аборигены, просто подняли лапки, но они не аборигены. Потому что это люди, хорошо устроенные, четко понимающие, в чем их интересы, интересы их партии и в чем их личная выгода, когда они идут на это голосование. Но голосовали они, их не обманывали. Они это сделали добровольно. Они это сделали, если хотите, не просто осмысленно, целенаправленно. То, что это лежало в призме их политических и личных интересов. И они сегодня не жалуются на жизнь. Они уже евроинтегрировались. И они, и их семьи. И их бизнес уже евроинтегрировался. И их активы евроинтегрированы. Понимаете? И Молдова для них это лишь место, как для птиц, которые летают, но кушают и гадят. Они все равно рядом с гнездом, либо в гнезде. И поэтому они это сделали сознательно. А мы, как страна, мы не обмануты. Мы обманулись. Никто не анализировал соглашение об ассоциации сквозь призму наших экономических интересов. Хотя по одной простой причине. Плевать хотели наши внешние партнеры на наши экономические интересы, если нам самим на них плевать. И поэтому никто не обманывал. Последствия жесткие. И ни один представитель правого большинства никогда аргументами не убедит нас, что это не так. По одной простой причине. Что сегодня мы импортируем больше, чем экспортируем. Сегодня мы нищая страна. Мы покупаем больше, чем продаем. Поэтому мы беднеем. И поэтому это долговая кабыла. Потому что тогда, когда ты выводишь денег больше, чем продаешь и получаешь денег, значит у тебя получается вакуум. Это банальная примитивная математика. Соответственно эти деньги ты должен откуда-то получить. И ты эти же деньги берешь у того, кто тебе их... У тебя их получил за свои товары. Ты берешь, но под процент. В итоге ты беднеешь из-за своего невежества и нежелания работать. А богатый богатеет, увеличивая твой потребительский интерес. Ты начинаешь больше потреблять в долг. А тебя дальше уже дергают за ниточки. Потому что ты должен парень. А парень или это страна, это уже другой вопрос. Поэтому мы сегодня абсолютно подконтрольны. И это следствие, я буду повторять это раз и разом, это следствие не того, что нас кто-то обманул. Это следствие того, что мы стали ленивыми, безразличными. И что мы позволяем управлять собой, нашим государством, людям, которые прикрываются за лозунгами, красивыми словами, обещаниями, ложью. И причем эти политики рулят 9 лет страной, меняют маски, цвета. Но они же рулят. А люди, очень многие люди за них голосуют. И когда ты беседуешь с этими людьми, говорят, ну хорошо, вы в свое время поверили после 9-8 лет власти партии коммунистов. Да, уже все признают, что было правительство. Это правительство было профессиональным. И была стабильность, у людей был уровень жизни. Ну, люди хотели 9-8 лет во власти. Ну, давай попробуем, что ли. Попробовали. Но они же продолжают за них голосовать. И в 2014 году избрали Филата, Плохотнюка, Лупу и Гимпу. И вот сейчас, посмотрите, сколько людей вышло за Андрея Анастасия. Зная, что непрофессионален, нет команды, нет желания работать, зная, что не будет работать. Но проголосовали вопреки. Поэтому здесь это вопрос к избирателям. Это вопрос к избирателям этих политиков, которые обманули людей, их ожидания, отдали страну в кабалу. А сегодня они критикуют и ищут причины кризиса, ищут причины почему-то в пророссийских партиях, в российском телевидении и так далее. У меня вопрос только к избирателю. У меня нет вопросов к этим партиям. Но есть избиратели, много избирателей, которые дают им власть раз за разом. И когда они потом жалуются, вот там Додон, непонятно кто, я где имею возможность, я говорю, а вы за кого голосовали? Не спрашивайте у Додона. Пойдите и спросите у тех, за кого вы проголосовали. Пойдите и спросите у тех, кого вы привели во власть. Хочу сказать, что вот то, что вы сейчас привели в качестве аргументов, происходящих, как оценки происходящих политических процессов, перекликается и с тем, что вот говорил персонаж того репортажа, о котором вот я упомянул, француз, который приехал и построил здесь сыроварню, ферму молочную, музей, в него и винное производство есть. Так вот, он сказал, главная проблема сегодняшней Молдовы в нежелании трудиться, в нежелании граждан, ее граждан трудиться, трудиться для самих себя. Почему-то есть стремление уехать и работать где-то там на какого-то дядю, а работать для себя, вкладывая, в общем-то, инвестируя собственный труд в свое будущее, вот это напрочь отсутствует. И он говорит, мы здесь предлагаем работать на нашей ферме, чтобы человек жил со своей семьей, приходил на работу, не тратил огромные деньги на доставку себя любимого куда-то там на строительство в Российскую Федерацию, либо в Италию, в Испанию, Португалию, а жил здесь, в своей стране, наслаждался ее природным богатством, человеческим общением, общением со своей семьей. Мы мечемся, и из этого всего он делает вывод. Это просто нежелание работать, таким вот образом уезжать и приспосабливаться. Но это не нежелание работать, потому что француз наверняка увидел только кусочек картины. Он же не знает, что все то, что он сегодня производит, когда-то Молдова производила. Молдова имела рынок на почти миллиард человек, и на этом рынке Молдова была известна своими товарами. И ВВП Молдовы, да, вот если учесть те товары, которые уходили из Молдовы, то есть наш экспорт, он был на сегодняшний день порядка, ну, как минимум, как минимум 30 миллиардов долларов в год. Вот, хотя сегодняшние экономисты… Масло-сырозаводы были в каждом втором районном центре. И даже если взять самые пессимистичные оценки, да, вот, некоторых экономистов, которые сегодня близки этой власти, этой геополитике, даже они оценивают наш ВВП, наши на уровне 10-12 миллиардов долларов в год. Вот такой у нас был ВВП. Мы производили огромное количество товаров. Взамен мы получали деньги, строим материалы. Мы строили театры, мы строили школы, мы строили больницы, университеты, все что угодно, построено десятки городов. Поэтому все это у нас было, но это все, вот это француз, конечно, не понимает. Это все было разрушено, целенаправлено. Это было разрушено, потому что идет экономическая война. Была конкуренция, а стала уже войной. И, конечно, молдавские производители никому не нужны. У них и свои производители, и те же французы. Потому что сегодня, надо признаться, что у Франции нет конкурентов по целому ряду производств, в том числе и производств в сфере питания, продуктов питания и так далее. А мы имели, но мы потеряли, потому что у нас была подобная политика. И Молдова может производить не только на одной сыроварной продукции. У нас были комплексы по 70-80 гектаров, на которых производили сотни тысяч тонн продукции. Одно предприятие. И это все продавалось. Обратно мы получали миллиарды денег. И на эти миллиарды мы строили свою страну. Молдова никому ничего не была должна, ни одной копейки. А сегодня, посмотрите, около 7 миллиардов евро кругом бегом долги нашего государства. Внешние, внутренние, может быть, даже больше уже. И при этом мы ничего не производим. Вот это француз, конечно, не знает уж. Это рядовой обычный нормальный гражданин. Но коллективный Запад наших политиканов ввел по этим лекалам. И мы разрушили все то, что имели. Предлагаю еще продолжить наш разговор темами, которые были подняты вами в ПАСЭИ. И темам, которые развиваются сегодня в Молдове. Скандальное решение Конституционного суда, которое признал устаревшим закон о функционировании языков, спровоцировало гражданское движение защиты русского языка. Вот ваша оценка. Как к этому относятся партии социалистов? Насколько это движение сегодня востребовано и перспективно в гражданские митинги, которые проходят в районных центрах, в селах республики, в поддержку русского языка? Ну, я в целом за активных граждан, которые борются за свои права. Это, безусловно, необходимо. Это держит в тонусе и власти. Это создает информационную повестку дня. И это в определенной степени информирует и внешних партнеров. Потому что в своих докладах эти внешние партнеры почему-то не отражают эти проблемы. Им кажется, что они незначительны. Более того, основной докладчик по Молдове, господин Варейкис, он сам из Прибалтики. Мы знаем, что это самые мини-русофобские государства. И русофобия для них — это просто кусок хлеба, так же, как и для сегодняшних наших демократов из власти, так называемых. И, конечно, вот их раздражает, что почему-то в Гагаузии говорят, хотя у них есть гагаузский язык, но их раздражает внешних партнеров то, что в Гагаузии говорят на русском языке. И как они проинформировали комитет, вот эти докладчики по Молдове, это как бы не нравится и молдавским властям. Именно поэтому они так и относятся к гагаузам, к другим, потому что им не нравится, что говорят на русском. А кто из вас вообще должен решать, на каком языке говорят или должны говорить люди? Кто вообще вправе это говорить? Молдове или за пределами Молдова? Люди говорят на том языке в современном мире, на котором им комфортно говорить. И тот человек, который пытается давать этому оценки и говорить, указывать, на каком языке надо говорить людям, это просто умственно отсталый от истории, от жизни, от политики человек. Что абсолютно нелепо в современном мире решать языковые вопросы таким методом. Ну и конечно, то, что граждане возмущены. Ну да, у нас более миллиона человек говорит на русском языке. У нас даже в условиях этой пропаганды 70% молдавских граждан предпочитают информироваться и смотрят вечерами российское телевидение. И при этом они говорят, всячески пытаются занижать количество русскоговорящих. Вообще, знаете, вот такой банальный пропагандистский прием вот этих псевдолибералов, это называть, говорить о том, что у нас нет проблемы русского языка. И русский, это же в Молдове вообще только 5% русских. То есть пытаются подмешивать, подменять понятия русских, русскоязычных, пытаются создавать какие-то идеологически туповатые, извините, штампы. Да не говорим мы сейчас о национальности. Мир глобализуется. У нас сейчас крупнейшие развитые мировые страны, они строят государство, общество по принципу гражданского самосознания, гражданского общества. Потому что нелепо управлять государством с позиции национальности. И поэтому язык, это по всем нормам международного права, это лишь средство коммуникации, да, которое удобство коммуникации. То, что у нас люди говорят, так много людей говорить на русском спустя почти 30 лет пропаганды, всего антирусского, конечно, раздражает коллективный Запад. Не всех, правда. Да, огромные средства потрачены, а результаты... И граждане возмущаются, ну, очень хотелось бы, чтобы этот вопрос уходил сугубо на площадь. Потому что это вопрос правового государства, это вопрос правовых гарантий, это вопрос юридический, если хотите. Это вопрос юридического закрепления прав граждан говорить и развиваться на том языке, на котором им комфортнее. И более того, международное общество, общество требует от всех стран, да, соблюдать и более того, бюджетировать, выделять средства на то, чтобы позволять людям сохранять ту культуру и язык, в который они себя чувствуют комфортно. И тот язык, на котором они говорят комфортно. Нигде не ставят этот вопрос. Ну, может, вот эти вот течения наши региональные, Прибалтика, Грузия, Украина. Но в целом, конечно, не хотелось бы, чтобы мы перекладывали эту проблему на граждан. Да, они свою позицию имеют право и должны высказывать. Но это должно найти свое законодательное закрепление. Это должно находить свои конституционные гарантии. И люди фактически не должны защищать то, что обязано защищать государство. Ну, решение Конституционного суда о том, что, о признании закона о функционировании языков устаревшим, ведь затронул, в общем-то, и не только русский язык. Он фундаментальные ценности, например, связанные с тем, на каком языке говорит государство Республики Молдова. Вот в этой связи партия социалистов, как главная оппозиционная партия, что будет предпринимать? Ну, просто не хотелось бы переходить в сугубо юридическую плоскость. Ну, просто у нас на это уйдет вся передача. Закон о функционировании языков функционировал на протяжении почти 30 лет. Да, с 89-го года. Этот закон регламентировал право языковых групп. Он провозглашал право людей получать образование на родном языке. И там не только русский, там и украинский, там и болгарский, там и гагаузский. Там все языковые группы, которые есть в Молдове. Данный закон, он провозглашал русский язык как официальный язык межэтнического общения. Что это значит? Это значит, что это самый распространенный язык среди нетитульного этноса. Нетитульных этносов, этнических групп, народностей. Соответственно, таким образом государство признавало, что русский язык имеет особый статус в нашем обществе. И это отнюдь не политический был какой-то конструкт. Это отражало ту реальность, которая существовала и существует в Молдове. «Назвав данный закон устаревшим, Конституционный суд создал юридический вакуум». То есть, сказал, что вот этот устарел закон, а ничего не предложил. Потому что, во-первых, это не компетенция Конституционного суда. То, что Конституционный суд Молдовы уже традиционно превышает собственные полномочия. И то, что они, по сути, делают, принимая некоторые решения, они подменяют собой парламент, который является выразителем народной воли. Ну, в теории, по меньшей мере. То есть, народу принадлежит государственный суверенитет, а управляет он государством посредством своих избранников, то есть парламента. Парламент создает законы. Конституционный суд лишь следит за соблюдением законности, не законности, за соблюдением конституционных норм в том, что делает парламент. Конституционный суд интерпретирует вещи, которые напрямую черным по белому не указаны в Конституции. У нас Конституционный суд берет на себя, узурпирует фактически государственную власть, беря на себя полномочия государства, государственной власти легитимной, таких как парламента, президента. Да, и поэтому рано или поздно этот Конституционный суд должен ответить перед законом, должен ответить хотя бы на основании того, что они значительно превышали собой полномочия и узурпировали власть. Вот они признали закон о функционировании языков нелегитимным. Представившим, такая формулировка теперь у нас появилась. Да, но в данном случае юристы по-разному интерпретируются, но все-таки большая часть юристов, конституционалистов склоняется к тому, что в данном случае, когда какой-то закон устаревает, он теряет свою юридическую силу. Но это в том случае, если на базе этого законодательного документа не формируется целый ряд других документов? На основании закона о функционировании языков функционирует и огромное количество других нормативных актов и других законов. Но самое главное, что конституционный суд отменил целую ветвь законов, так скажем, норм законных, не пояснив, не интерпретировав, не рекомендовав парламенту. Допустим, вот мы считаем, что вот эти нормы устарели, рекомендуют конституционный суд парламенту в ближайшие сроки пересмотреть, добавить, изменить. Нет, просто это убрали, ничего не осталось. Наверняка это и была логика для того, чтобы избежать публичного скандала, не пытаться вносить другой закон. А вот типа этот уже все, а с другим подождем. Поэтому в этой ситуации партия социалистов, наша фракция приняла решение доработать языковое законодательство. Хотя мы не считаем устаревшим и тот закон, потому что Конституции Соединенных Штатов Америки сотни лет, и никто Конституцию США не называет устаревшей. Так же здесь закон о функционировании языков, но окей, он предусматривал некоторые принципы функционирования языков. Чем они плохи? Это же не пояснил Конституционный суд. Чем они плохи? Поэтому мы в условиях этой политической реальности, когда у нас нет пока полномочий для того, чтобы провести экспертизу всех законов парламента, принятых за последние годы, выработать свою позицию относительно Конституционного суда. И вполне возможно прийти с новым законом о Конституционном суде, в котором будет четко прописана полномочия Конституционного суда и Конституционной юрисдикции. На этом этапе, пока мы не можем этого сделать в силу того, что у нас нет парламентского большинства, мы выработаем новый закон о функционировании языков, мы его больше адаптируем и используем многие принципы европейской характеристики, региональных языков. То есть, сохраняя статус официального русскому языку, мы применим очень многие нормы из самых современных принципов, которые есть в европейской хартии региональных языков, которые создают очень четкие механизмы гарантий. Возникнет вопрос. Хорошо, вы, социалисты, говорите, что у вас нет парламентского большинства для того, чтобы навести порядок, но вот вы предлагаете новый закон, у вас же опять же не будет для него большинства. А в данной ситуации законодательство, которое мы предложим, новый закон о функционировании языков, он будет абсолютно соответствовать любимыми нашей властью европейским нормам. То есть, мы его сделаем предельно европейским и поставим их в ситуацию, ну как, вам что не нравится европейское законодательство, либо европейская хартии региональных языков, Молдова же ее подписала, просто не ратифицировала. И мы, безусловно, будем бороться с этой властью, ее же методами, и мы, безусловно, заручимся в этом всем поддержкой их любимого Запада. И мы хотим видеть, как перед выборами они отклонят языковое законодательство, которое, безусловно, поддержит их любимые европейцы. Времени осталось совсем ничего, но, тем не менее, предлагаю обсудить еще один последний вопрос, уже который поместится в нашу временной промежуток, такого приземленного характера. На прошлой неделе была поставлена точка в затянувшемся процессе признания-непризнания итогов выборов столичного градоначальника. Избирательная комиссия приняла к сведению решение суда об отмене, аннулировании выборов генерального примара. При этом не были назначены ни перевыборы, ни новые выборы. И вот партия социалистов, в принципе, восприняла решение суда об аннулировании. Каким образом? То есть реакция ПСРМ на вот этот демарш власти? Относимся так же, как и к всему тому, что последние 9 лет устраивали в государстве эти ребята. Это юридическая, правовая вакханалия, то, что у суда не было оснований принимать подобное решение, хотя бы по причине того, что никто у суда не просил принять соответствующие решения и меры. Они вышли, далеко вышли за рамки материи того обращения в суд, которое сделали мы социалисты. Мы просили констатировать отношение к суда к участию в выборах иностранных лиц. И мы это хотели сделать как задел для парламентских выборов, чтобы заручиться решением суда. Если это законно, все же таки, и тот закон потерял юридическую силу, который ЛДПМ, Майя Санду... Можно и его было признать устаревшим. Да, ведь Майя Санду, ЛДПМ и все эти деятели, вся эта Санта-Барбара псевдоевропейская, это они принимали этот закон. Мы просили в суд, скажите, законно, незаконно? Если этот закон-то принимался против нас, чтобы мы не могли пригласить даже артиста на концерт из Российской Федерации, чтобы мы на сцену не могли выйти. А ударил он померангом по ним. И поэтому одни псевдоевропейцы сняли с выборов других псевдоевропейцев. Да, пусть они там все хоть, извините, перелюбятся. Проблема в том, что суд вышел за рамки материи рассматриваемого дела. Суд вынес решение, инстанции все три вынесли решение, превышающие полномочия юстиции в данном деле. То есть не было оснований, не было запроса. Более того, обратились в суд мы, представители кандидата Иона Чабан, чтобы дали квалификацию действиям Анастасии. А почему-то аннулировали результат и Анастасии, и Чабана, на которого, в принципе, никто не жаловался в суд. Поэтому это подконтрольная юстиция, подконтрольная политическому классу. Демократы сами же остались в шоке от того резонанса, который возник. И начали пытаться оправдываться, понимая, что то, что они сделали под влиянием каких-то сиюминутных эмоций и амбиций, обернулось для них опаснее. Потому что демократы сегодня жестко критикуют все абсолютно европейские партнеры, Европарламент, Совет Европы, у них, что называется, туфли начали жать. И они начали оправдываться. Ну, а то, что они ударили по бывшему ЛДПМ, ну окей, нам от этого что? Ведь Анастасий сознательно провоцировал, нарушал закон. Сознательно провоцировал, нарушал закон. Но мы, конечно же, хотели просто констатировать нарушения, чтобы все люди видели, как у нас становится мэром, с какими нарушениями. Нам не нужна была виктимизация. Это Анастасия Дешевая, потому что мы видели виктимизацию Киртуака, слава богу, эти 10 лет, и нам повторения этого всего не нужно было. Мы уверены, что этот год ему надо было дать мандат, и он бы за год доказал свою административную импотенцию, доказал бы, что он не способен решить ни один вопрос этого города. А мы бы его на парламентских выборах посылали бы заниматься проблемами канализации. А так демократы сами его распиарили, раскрутили и сами по себе ударили тоже бумерангами. И в итоге они друг друга побили, и в принципе, как политические какие-то выводы. Ну что делать? Пусть люди видят этот цирк. Если люди побегут голосовать опять за этот новый ЛДПМ вместо Филата Майю Санду, ну пусть они за это голосуют. Если люди будут голосовать и дальше за Настасию, который тот же Кертуак, ну уж пусть они голосуют. А мы просто, нам получилось продемонстрировать еще раз людям лицо этой власти и лицо этой оппозиции, которая будущая власть. Я бы хотел обязательно два слова в завершении сказать, Станислав, что люди должны ждать следующих двух сценариев. Сценарий номер один. Власть берут социалисты, и к тому есть сегодня все предпосылки. Самое главное, чтобы люди вышли массово, не велись на провокации, на какие-то сказки, на какую-то дешевую конспирологию. Управлять должна одна партия, и отвечать перед людьми должна одна партия. Люди, я думаю, что уже устали от этих между собойчиков и коалиции безответственности. И второй сценарий, если люди все-таки будут верить в эти конспирологии, это в новом парламенте коллективный Запад объединит Майю Санду, Андрея Анастасии и Владимира Плохотнюка. И никуда не денется ни Санду, ни Анастасии. И никуда не денется Плохотнюк. Их заставят пожениться, просто потому, что так нужно Западу, чтобы не пришли социалисты. И поверьте, что они поженятся. Все очаги управления, надо же понимать, находятся именно там, в Западе, управление этими людьми, этими политиками. Не должно быть никаких сомнений, они объединятся. Повториться просто будет дежавю, их объединят, а потом они будут кусаться, грызться. И за это шоу будут платить миллиарды публичных денег простые люди. Вот таких вот два сценария. А все остальное от лукавого. Если кто-то верит в какую-то конспирологию, что Майя Санду и Анастасия будут бороться с Плохотнюком, да, я думаю, что это уже люди должны посмотреть на вещи трезво. И понять, что когда Майя Санду и Анастасия обвиняют социалистов, да, в каких-то договоренностях с Плохотнюком, мы в отличие от них 9 лет во власти не были. И мы не хотим править с Плохотнюком. А вот они будут, просто потому что Майя Санду достанется кресло премьер-министра и никуда она не денется. А Андрею и Анастасии дадут поиграться какую-то игрушку. Правда, Андрей и Анастасия и тут окажется слабым звеном. Его довольно быстро выкинут из власти. Влад, спасибо за этот разговор. Время прилетает быстро. Вопросы, которые я подготовил, часть из них так и не сумел озвучить. Спасибо, и вам приглашайте еще от этим. Да, надеюсь, что у нас будет еще неоднократная такая возможность в вашем рабочем графике выкроить час общения и для наших зрителей с вами. Спасибо, с удовольствием. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова Влад Батренчин. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы работаем для вас. Республики Молдова Влад Батренчин